И всем привет, друзья! С вами, как всегда, Верлайт, и сегодня у нас на обзоре новая бетка Майнкрафта Батрик Эдишн 1.21.40.22. Изменения здесь средние, поэтому подробнее про данную бета-версию можно будет узнать на официальном сайте Модскрафт по ссылочке из описания. Это канал Модскрафт, я Верлайт, ну и погнали расскажу подробнее про бету-версию. Итак, давайте начнем с экспериментальных приколюх. Оно здесь всего одна. И это то, что пакеты теперь можно будет окрашивать в 16 различных цветов, используя красители. То есть, пакет это та штука, если что, кто не знал, в которой можно будет складывать до 64 предметов, благодаря чему мы очень хорошо сэкономим место в инвентаре. Конечно, это нововведение никак нам не поможет в игре, но зато эти мешки будут красивы. То есть, вот они находятся вот здесь, и вот вы можете выбрать любой цвет. Это на самом деле очень прикольно, но не полезно. Теперь, что такое самоизменение. Компас магнетита складывается в стопку до 63 предметов. Зомбифицированный пиглин, созданный порталом Незера, имеет задержку в 15 секунд перед тем, как смогут использовать портал. Эффект прыгущести увеличивает высоту прыжка бриза. Обновлены правила появления летучих мышей в мире. Здесь их всего три. Добавлено новое событие реално. Функция «Взять из пакета» имеет приоритет над функцией «Очистить панель быстрого доступа», когда предмет в пакете выбирается с помощью геймпада. И категория предмета больше не отображается в инвентаре, когда книга рецептов закрыта. Это все, что касаемо изменений. Теперь, что касаемо исправленных ошибок. Игроки, погибшие с окружительной атакой булавы, теперь получают правильное сообщение о смерти. Возрождение игрока в мире работает корректно. Взрывы ТНТ больше не сбрасывают импульс других падающих активированных ТНТ. Бриз больше не может отпрыгнуть от игрока, если он находится в медовом блоке. Багонетки больше не останавливаются неожиданно. Функция уничтожения одним нажатием работает правильно с джойстиком и перекрытием в творческом режиме. Предметы больше не застревают в интерфейсе сетки крафта. Затемнение нового экрана кровати работает правильно с включенной анимацией. Ну и в принципе все. На этом, я думаю, можно закончить. Эта версия, конечно, не такая крупная, как прошлая. Но все же довольно-таки интересная. Ну и надеюсь, она вам понравилась. Подробнее про нее можно узнать на официальном сайте ModsCraft по ссылочке из описания. Это канал ModsCraft, я Верлайт. Ну и всем удачи, всем пока.